Москвич Александр Астахов трудится на строительстве опытно-демонстрационного энергокомплекса уже второй год. Впервые студент Московского энергетического института приехал сюда в 2022 году в качестве бойца, а этим летом уже командиром отряда Юпитер. Для Александра, как и для двух с лишним сотен других студентов, которые строят уникальный объект, провести каникулы в Сибири – это не только вызов, но и почетная ответственная миссия. Внести свой личный вклад в будущее атомной промышленности мирового масштаба. Когда я сюда приехал, тут еще будет какого-то. Сегодня, если посмотреть на ребят, у меня ребята занимаются чисткой арматуры, арматурных выпусков от бетона. Потом пять ребят делают рабочий шов бетона. И вот это впечатление, что ты приложил руку к чему-то реально масштабному. И это... прям душу греет, я не знаю, как сказать. Александр подчеркивает, в будущем хочет трудиться в госкорпорации «Росатом». И опыт, который получает здесь, на строительстве АДЭК, обязательно пригодится. Но и зарплата также момент немаловажный. Командиры отряда Юпитер за два месяца получат около 70 тысяч рублей. Работа интересная, но физически тяжелая. В течение трудовой смены студенты укладывают бетон, вяжут арматуру. Работают каждый день по 11 часов, давая целиком и полностью себя трудовому процессу. Ребята заняты у нас на таких работах, как устройство рабочего шва, вот это непосредственно здесь вот, очистка арматурных выпусков после бетонирования от цементного молочка. Часть ребят заняты на высверловке пластиковых трубок, отстежных винтов. При бетонировании, при плотницких работах, то есть ребята разносторонние по всем специальностям. Часть ребят даже применили свои навыки в работе в армату, в цеху производства металлоконструкций. Обязанности между бойцами распределяют командиры. Важно отработать смену в ударном темпе и качественно, ведь отряды соревнуются между собой в выполнении объемов, а они впечатляют. По итогам летнего трудового семестра 2023 бойцы строя отрядов уложили около 130 кубометров бетона и связали почти 40 тонн арматуры. Серьезная помощь строителям. Жизнь строя отрядов в рамках летней трудовой смены завершается и в последние дни августа подводят итоги. В Доме культуры по-настоящему жарко от оваций и эмоций. Несмотря на соперничество, бойцы строя отрядов поддерживают друг друга и радуются победам и достижениям. Представители Сибирского химического комбината, а также строители подчеркивают, ребята в очередной раз показали свой сильный характер и выполнили значительный объем работ. Безусловно, польза очевидная, польза практического использования, квалифицированного уже труда молодого рабочего, своего азартного задора и неуемной энергии. Ребята большие молодцы. На тех фронтах, которые им доверили, они были успешны. Они выполнили все задачи, которые при них стояло их руководство. Приехали те ребята, которые были в зимний трудовой семестр, в прошлый трудовой семестр, прошлого лета. Поэтому, по сути дела, мы просто встретили старых коллег, товарищей, друзей. Работали, а работали они, как всегда, очень ударно. В рамках церемонии закрытия названы имена лучших бойцов, мастера, командира и комиссара. Студенты отмечают, что лето запомнится надолго, а проект «Прорыв» навсегда останется в сердце. На прорыве мне понравилось. Был в прошлом году в Озерске. По сравнению с Озерском, могу сравнивать, прорыв – это более так уютно, тепло, меньше людей, зато больше возможностей показать себя. На такой позитивной ноте завершается трудовой летний сезон. Впереди ребят ждет учеба в вузах, а зимой многие отряды планируют вновь вернуться сюда, в Северск, чтобы продолжить работу на атомной стройке номер один в России. Желаем вам восходящей жизни в рамках энергии!